По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти треть россиян пользуются такси чаще раза в месяц. Не стал исключением и Алтайский край. Однако с приходом нового закона требования изменились, и рынок черно-желтых услуг стал постепенно трансформироваться. Жители Барнаула уже заметили первые неприятные изменения. Ну вот средний ваш маршрут сколько раньше занимал по деньгам и сейчас? Ну 200, где-то да, рублей 200, сейчас 250-300. По дорожанию, ну примерно в два раза было замечал. То есть если в одно время я уехал за 200 рублей, на следующий день уже в ту же точку я уезжаю за 400 рублей. Дольше жду, пока приедет машина и пока найдется заказ, куда дольше. На сколько примерно? Ну раньше там минуты за 2-3 я находил уже заказ, сейчас бывает по 7-10 стою и жду. Цена действительно выросла до исторического максимума. Один километр в среднем обойдется в 32,5 рубля. Однако такое подорожание связано в основном со стоимостью автомобилей и топлива. А вот ожидание подачи машины уже отчасти складывается из нового закона. Его основная цель – убрать нелегальных перевозчиков с дорог. До 1 сентября деятельность осуществляют только юридические лица, их работники и индивидуальные предприниматели. А с 1 сентября плюсом добавились физические лица с налогом на профессиональный доход, который масса сейчас и составляет большинство поступающих заявлений. Менее чем за месяц официальное количество перевозчиков в регионе увеличилось вдвое, дойдя до отметки в 2000 человек. Теперь за руль нельзя садиться тем, кто не оплатил три штрафа или не погасил судимость по тяжелым уголовным статьям. К тому же перевозчикам необходимо получать специальное ОСАГО, которое обходится в среднем от 40 до 70 тысяч рублей. Если у самозанятого водителя такого договора страхования нет, это является основанием для аннулирования его разрешения на деятельность такси. Помимо этого закон обязывает самозанятых водителей самостоятельно выписывать себе путевые листы, проходить технические и медицинские осмотры. Они тоже платные. Как кого будут наказывать? Практика будет наработана. То есть пока что непонятно? Ну еще даже месяца, да, снова закона не прошло, поэтому сейчас трудно делать какие-то выводы, прогнозы и смотреть на это. Порядочные таксисты изменений никаких не заметили. Зато большие агрегаторы, где в основном таксисты нелегалы, решили подстраховаться. То есть когда человек заказывает, и там кнопочка раньше была, допустим, заказать. А сейчас там нужно, вместо этой кнопочки стоит заключить договор найма. То есть он автоматически заключается. Вот допустим, человек заказал такси, он заказал. Если у таксиста нет разрешения, то это заключается договор найма. Для местных компаний такая система не используется, и новые правила их практически никак не коснулись. Так как они работают через диспетчерскую, а все их водители проверены и соответствуют нормам. Кстати, для них закон даже выгоден, ведь теперь клиентов прибавится, так как желающих просто подработать после трудовых будней уменьшится. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком. День с толком.